В основу хореографического спектакля легла сказка советского писателя Валентина Катаева «Цветик-семисветик». Это история про девочку Женю, которая однажды ошиблась, но благодаря своему доброму сердцу сделала мир немного лучше. По задумке режиссера в театрализованное представление вошли уже готовые постановки шоу-группы «Диоданс». Каждый номер – это отдельная история. Очень сложно было собрать это практически все готовые постановки, разножанровые, разностилевые, и связать их в одну какую-то общую идею могло только волшебство, сказка. Главными зрителями, конечно, были дети. Сопереживали и радовались вместе с героями сказки. Мне понравилась та часть, где Женя помогла девочке найти своих родителей. Надо делать добро где угодно. Мораль сказки была понятна всем – о силе добра и качествах, которые являются самыми главными в человеке. Нам очень понравилось. Мы просто в восторге от этого коллектива. Я хочу, чтобы моя внучка через пять лет тоже так же выступала, как эти дети. За 20 лет они достигли такого профессионализма, что я считаю, что нужно показывать его чаще. И, конечно, зрители города мирного бы ходили бы. Не обошлось без торжественной части. Коллектив «Диоданса» с 20-летним юбилеем поздравили официальные гости. Я очень рада, что это детище, которое 20 лет назад было выпущено как джин из бутылки, оно цветет, развивается, приобретает какие-то, может быть, новые формы, стилистику меняет. Но, тем не менее, оно живет. И этот коллектив, на самом деле, является народным коллективом Республики Саха до сих пор до нашего времени. То есть 20 лет – это уже, я считаю, хороший срок. Ну и, конечно, развитие дальнейшего, не останавливаться на достигнутом, идти в ногу со временем, быть стильными, быть в тренде. Спектакль запомнился зрителям красочностью и профессиональным исполнением номеров. Единственным минусом было отсутствие в зале свободных мест. Как обещали организаторы, обязательно будет повторный показ. Добрые сказки всегда востребованы. Ивана Филиппова, Артур Голиков, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».